Музыкальное покорение Ближнего Востока. Адам и Дали Гуцериевы вновь выставили в Объединенных Арабских Эмиратах в рамках своего мирового гастрольного тура. Репортаж Ирина Цичева. Поклонники классической музыки в Абу-Даби по достоинству оценили талант молодых российских музыкантов. Пианиста Адама Гуцериева и его сестры-виолончелистки Дали Гуцериевой, выступление которых состоялось на сцене дворца «Мандарин» «Ориентал». Талантливые Адам Гуцериевой и Дали Гуцериева продолжают свой большой гастрольный тур. Их выступления уже состоялись во многих странах СНГ, Ближнего Востока и Европы. На состоявшихся в Объединенных Арабских Эмиратах концертах Адам Гуцериев представил на суд зрителей сложнейший концерт Бетховена. А его сестра Дали Гуцериева выбрала для исполнения концерт «Гайтна» для виолончели с оркестром. Я уже выступала в Эмиратах, это уже мое второе выступление здесь. Ну, в Абудабе первое, а в Эмиратах в целом второе. Но что тогда, что сейчас, я очень счастлива и рада. Со второго раза всегда полегче, но как расслабляться нельзя никогда. Всегда будет волнение, всегда будет и волнение, и переживание, но в целом все хорошо. Я очень рада, что мы с ним снова сыгрались. Я надеюсь, что у нас еще впереди будет очень много вместе совместных концертов. И все было просто великолепно. В конце 2023 года российские музыканты вышли на сцену золотого зала «Мюзик Ферайна» в Вене. Также в прошлом году они выступали перед зрителями в Объединенных Арабских Эмиратах, где приняли участие в юбилейных концертах маэстро Владимира Федосеева в Дубайской опере. Их талант не остался незамеченным. А до медали Гуцерьевы получили предложение снова выступить в Эмиратах. На этот раз музыканту предстояло выйти на сцену знаменитого дворца, где были запланированы сразу два концерта. Это будет концерт с Филиппом Чижевским, прекрасным дирижером, с которым я играл в Каире. Поэтому ожидал только лучшего, и это лучшее и произошло. Огромный зал, прекрасный зал. О, акустика хорошая. Ну, не могу сказать, что она идеальная. Идеальная акустика, я не думаю, что где-то бывает идеальная акустика. Тем более, я как понял, он не совсем для подобных концертов изначально и строился, этот зал. Но мне понравилось все равно. Дворец хорошо известен любителям музыки. Здесь проходят выступления самых именитых и признанных мировых музыкантов и оркестров. Сам дворец поражает своей роскошью. На его строительство потратили порядка 3,5 миллиардов долларов. Фасад здания украшают витражи и статуи. Внутри для отделки использованы мрамор и дорогие ткани. Здесь установлена дизайнерская мебель и целых тысячи две люстры Сваровски. На сцену дворца «Мандарин Ориентал» вместе с Адамом и Далей Гуцаревыми вышли симфониета Королевского оперного театра «Ковент Гарднер». И российский дирижер Филипп Чижевский. Один из самых талантливых дирижеров современной России, который успешно сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами. С 2014 года Чижевский работает в Большом театре. Он является двухкратным лауреатом российской театральной нацпремии «Золотая маска». Со своей стороны, всячески поддерживаю начинание молодых артистов. И мне кажется, здорово, что они занимаются классической музыкой. Классическая музыка, и классическая музыка, она дарит, безусловно, какие-то очень тонкие и здоровые эмоции. Даже если они больны, то они все равно здоровые. Эта боль, которая есть в музыке, она трансформирует и артиста, и слушателя. И они, когда играют, я вижу по лицам, и они проживают жизнь, маленькую жизнь, маленькую жизнь солиста, маленькую жизнь артиста на сцене. Это есть. А я, с своей стороны, в общем, поддерживаю. Адам и Дали Гуцерива – талантливые российские музыканты, за плечами которых, несмотря на их юный возраст, множество наград в престижных конкурсах, а также огромное число выступлений на самых востребованных площадках мира. Лидер Сычоева, Магаз 24.